Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кике Мексиканец. Вы очень часто мне спрашиваете, Кике, чем отличается русский менталитет, испанский менталитет? И как раз сегодня поговорю о отличии языковых мышлений. То есть, как люди, которые из детства говорят по-испански, размышляют, придумывают себе мир с одним образом, а те, которые носители русского языка, для вас есть другое совсем мышление. И это очень интересно. Если вы не учите испанский язык, это прекрасно, чтобы вы знали, как можно думать иначе. А если вы учите испанский язык, это безумно полезно, потому что, поверьте, что очень продвинутые студенты испанского языка делают такие ошибки. И это нелепые ошибки, потому что можно очень легко исправить. И, кстати, эти ошибки особенно русскоговорящие. То есть, носители английского делают другие ошибки, но не эти. И в обратную сторону, я могу вам сказать, что когда я учил русский язык, эти вещи мне показались не очень логичными, очень странными. И в этом видео мы разбираем три огромные отличия русскоговорящего мышления и испаноговорящего мышления. Просто два мира совсем другие и даже не пересекаются. Вообще. И número uno, это сочетание мы с тобой. Мы с тобой на испанском мы принимаем дословно. Мы с тобой. Поэтому я помню, когда мне показали фотографию и говорят мы с тобой, а там два человека, я думаю, у меня математики не сходятся. Потому что на испанском есть я, если ты еще с кем-то, это мы. То есть, мы с тобой. Значит, как минимум, на испанском языке nosotros contigo, мы с тобой, должно быть как минимум три человека. Почему? Я думал, я когда начинал говорить по-русски, я сказал я с тобой. Потому что мы, это я, плюс еще с кем-то, плюс с тобой. Понимаете? Как-то здесь немного было по математике. Понятно, я знаю, что на русском вы говорите то есть ты и я, то есть мы, то есть плюс тебя, это значит мы. Поэтому мы с тобой. С тобой получается мы. Я это понимаю. Но, например, если вы студент испанского языка и говорите Это, конечно, человек может спросить А кто еще придет? И это считается ошибкой сказать Мы с тобой, когда ты имеешь ты и я. Или еще другой пример, чтобы вы почувствовали как странно это получается, если думать на испанском и можешь касаться ошибкам, тем более, если это тест. Например, мои студенты часто говорят Мы с мамой поговорили об этом тему. То есть мы с мамой. Это значит, что ты и еще другой человек поговорили с мамой. Поэтому ты говоришь мы с мамой, а не я с мамой. Видите? На испанском это совсем другой контекст. Я сейчас очень спокойно отличаю, когда говорю на русском О, мы с тобой, когда это значит только два человека. А на испанском То есть одно ситуации, разными стимения, но получается совсем иначе. И согласитесь, если бы я вам показал фотографию и говорю я с тобой в плане мы с тобой тоже было для вас очень странно. Почему я с тобой? Мы с тобой. И numero dos это образ, как вы поставьте личные мистемения. Например, я и моя мама, я и мои дети, я и мои друзья. А вы знаете, на испанском это очень некрасиво звучит. На испанском языке мистемения я всегда идет в конце. Поэтому я заметил, что на русском очень часто рассказывают да, я и моя подруга, я и мой друг, я и моя мама пошли туда. А на испанском я идет всегда в конце. То есть моя мама и я, мои друзья и я. Да. И у нас есть такая пословица el burro por delante. Это примерно как ослик идет вперед. Поэтому, когда ребенок или кто-то начинает историю из себя, то есть как главный герой, мы говорим, да, конечно, как ослик должен быть в самом первом месте, чтобы было неудобно, а ее он всегда поставил в конце. Поэтому считается правильно, адекватно всегда употреблять мистемения я с самого конца. Ты начисляешь все, а потом и я, и я. Ми мадре и я. Мис амикос и я. А на русском типа мы все герои, мы все идем на первое место. И номер трес. Вы же знаете, что я уважаю русский язык. Он мой любимый язык. Но я вам признаюсь, иногда мне кажется, что русский язык очень негативный язык. Вы уважаете употреблять отрицательный смысл. Очень часто слова нет. Я помню, что однажды придумал задачи не употреблять негативным формам на русском языке. И это мне показалось почти невозможно. Но не переживайте, я вам все скажу с примерами. В Москве есть очень красивый парк, парк Горково. И недалеко от него есть маленький парк. Вы знаете, как? Насевается, и, конечно, там есть какой-то отрицательность. Конечно, нескучный сад. А я думал, почему у тебя в городе есть огромная возможность поставить парк и называешь нескучный сад? Почему такой негатив? Когда ты просто услышишь слово нескучный, вот частично нет, вообще даже не слышно. Ты просто, у тебя в голове скучный сад. Зачем мне пойти скучный сад? Почему вы не сказали веселый парк, развлекательный парк, интересный парк? Нет, давайте его называем нескучный, потому что там нескучно, и мы столько раз говорили скучно, что даже стало скучно. Я этого не понимаю, и еще есть много примеров, как студенты испанского языка ужасно ошибаются именно потому, что на русском языке употребляйте вот этот негатив. Я вам объясню. Второй пример немного связан с рекламой, когда вы хотите что-то объявлять, и вы хотите сказать, что цена приемлена, как обычно говорят, недорого. Опять слово дорого, и тебе в голову это дорого же. Это дорого, поэтому недорого, то есть, не знаю, недорого. Почему не сказать дешево? Я знаю, вы сейчас говорите, кике, есть небольшое отличие недорого и дешевый. Недорого и дешевый это в принципе разная прилагательность, то есть, дешево это совсем дешево, недорого это чуть-чуть дороже, чем дешево, но недорого. Да, я понимаю, что есть какая-то оттенка между недорого и дешевое, отличает. Но, если мы двигаемся по позитивам мышления, вы могли сказать почти дешевый, ну и почти дешевый это как-то приятно, что дешево, то есть, можно купить. Хотя, с этим примером все относительно, потому что дешево не всегда очень хорошее качество, может тоже, как плохое качество сказать дешево. Ну, я сейчас переключаюсь на другие конструкции, которые студенты испанского языка, которые учат много-много лет, до сих пор так ужасно ошибаются. Они могут быть супер продвинуты, но это, это помеха, такие ошибки, считаю, что из этого негатива русского языка, такое мышление. Например, когда вы говорите, например, это неинтересно, по-испански, и из-за того, что неинтересно можете употреблять как прилагательный, получается, что на испанском отрицание всегда идет перед глаголом. Это вам составляет сказать и это ужасная ошибка. Ужасная ошибка, правда. Ужасная ошибка. Ну, ладно, это не такая страшная ошибка, но когда человек учит больше два года испанский язык и делает такие ошибки, это понятно, чикос. Нужно просто отрицание поставить перед глаголом, то есть по-испански было как И опять же, как на русском неинтересно, небольшой, недорогой. И с этого вы поставьте после глагола и очень часто есть такие ошибки, когда вы говорите на испанском и это понятно, потому что каким-то образом ваше мышление идет на русском и русский принимает такие прилагательные сразу как негатив, а на испанском мы отделяем негатива от прилагательной и конструкция немного отличается. Поэтому, ребята, я хотел с вами делать какой-то высов, положительный чаллендж и постарайтесь ход на один день не употреблять ни одно отрицание. То есть, когда вы хотите сказать, например, не переживайте, успокойтесь, недорогой почти дешевый или такие. Тем более, мы говорим, что обычно вселенная не знает слова нет, поэтому нам нужно быть очень аккуратно, когда мы употребляем что-то нет, потому что вселенная просто понимает положительно. Я, правда, стараюсь всегда говорить, употреблять положительный русский язык, но мне кажется, на испанском языке гораздо проще, а на русском очень принято сказать не что-то. Ну и, мои дорогие amigos, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы заметили какие-то другие отличия мышления русского языка, английский язык или испанский язык, мне это весомно интересно, и также напишите в комментариях, если вы участвовали на этот челлендж оптимистический русский язык, насколько вам легко выражать ваши эмоции, вообще не трогая слово нет. Напишите, пожалуйста, что больше всего удивило, если есть какие-то объяснения, почему так на русском, тоже мне было очень интересно прочитать. И, кстати, ребята, прошлой неделю был выпуск Горный Алтай. Спасибо большое за ваших комментариях, вы сказали, что замечательные кадры, огромные, правда, я старался, так что спасибо, это ваши слова. Если бы это еще не посмотрели, пожалуйста, смотрите, какая прекрасная Россия. Если вам интересно отличия русского языка, испанского языка, Россия, Мексика, что мексикане делают в Москве, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, и, мои дорогие amigos, надеюсь, что вам понравилось, вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна, поделитесь на ваши соцсетей, ставьте лайк, и я буду очень рад. Но, и это не обязательно, вы знаете, мне уже очень приятно, что вы дошли до этого момента, спасибо большое за ваш весит, за ваше время, берегите себя, и увидимся совсем-совсем скоро. adios amigos, всем добра. Кстати, если вы спрашиваете, что со футболкой, почему СССР, ну, вы знаете, сейчас апрель, месяц космонавтики, и мне сделать такой подарок, у меня есть мопсик космонавт, поэтому, ну, подарок, спасибо тебе большое, Катюш. ПОДПИШИСЬ!